Мы приехали на дачу полить наши туи, залить наши туи. И сейчас я хочу посмотреть, где-то тополёк тут мой был, нету. Снег у нас только растаял, нет снега и в лесу нет. Сейчас пойдем посмотрим, что у нас творится. О, да у нас тут весна уже. Мы только приезжали, снега было по колено, а мы с лопатой приехали снег откапывать. Это замечательно, это замечательно. Ну как вы тут мои маленькие, мои малыши. Этот тут казачий можжевельник, да, перезимовали. И ёлочки под ними лежат. А вот верхушечка чё-то чёрненькая какая-то. А чё с ней делать с этой верхушечкой? Она чёрненькая. Смотри. Может растёт свет? Ну я не знаю. Ой, хорошо то как. Птички поют. Кто-то у меня спрашивал, для чего эти бесполезные шары. Да просто для красоты вот так. Вот сосна выросла, как мои сосёночки. А детский сад, как мои тут чувствуют себя? Живые? Живые. Всю зиму тоже росли, выросли. Ой, красотень, красотень. Как я раньше всё это не любила. Так, пионы. Пионы открыть, наверное, уже надо. А петрушечка где оставалась на зиму? Так, здесь у меня чеснок. Это, да, это петрушка. Ну она вылезет. Ну да, надо убрать. Сейчас чесночок откроем. Вот только снег сошёл, уже смородинка. Вот уже есть немножко. Живая. Тоже смородинка. И эта смородинка. О, смотри, у нас уже более-менее как-то тут сформировалось вот это, вот это место, вот это, это будет вот такой у нас маленький огородик. Здесь пионарий. Вместо сарая будет шашлычная зона. А, вот, нашла снег. Вот снег ещё есть. Вот снег. О-о-о. И здесь вот снег. Ну здесь самые тёмные места. А эта ёлочка какая хорошая стала. Что про эту ёлочку рассказать? Это вот на месте, где мы строили кладовку, да, обнаружила я её. Она вот такая была, вот такая маленькая, хилёзненькая такая. И я её просто, чтобы спасти, посадила вон туда, со стороны домика. Потом перенесла сюда. И вот как она меня благодарит. Вот такие, вот такая она была, как вот эта ёлочка. Ой, как они за зиму выросли. Коль, ты видел конца зиму ёлки выросли? Ой, в смысле сосны. Вот, я хочу, чтобы здесь она выросла, а мы её наряжать будем. И вот эти туечки, которые первые сажали мы. Они вообще отлично перезимовали. Тут мы уже посадили попозже. А вот эта и вот эта. Эти девочки хорошо перезимовали. Чё тут? Ой, господи, мои вы дорогие. Вы посмотрите, какая жажда жизни. Мама. Коль, давай разрежем и вытащим их. Порвать надо рубероид и вытащить цветочки. Вы посмотрите. Это безвременники. Надо разорвать вот так. Вот так разрывать до него. И освобождать. Выпад. Ой, мама. Вот они, вот они. И прямо на дорожке. Как они тут вырастают. Мы тут топчемся всё лето. Да, да. Это они же тоже. Это вот эти же безвременники. Ну, это можно, наверное, вот так, нет? Вот. Сейчас мы вас освободим. Их надо бы перенести куда-нибудь на другое место, что ли. Здесь мы всё лето топчемся. Они каждый год растут. Растут и растут. О, сколько их. Куда-то, куда-то. Убирать надо. И вот это вот тоже. Разорви немножко. О, это голубенькие. Да, это голубенькие идут, видишь? Там вон ещё растут. Это вот как фиолетовый. Ну, убирать надо. Если пробероид, может быть, там ящики где-то спрятались. Ой. Барбинок. Слушай, а уже есть. И зелёненький. Пионы пошли. Пионы пошли. Ой, как всё быстро пошло. И пионы пошли. Вот только снег был. Надо всё убирать. Посмотрю, что у нас в домике. Раскардашик какой. Но тепло-тепло. Всё, надо открывать сезон. Я решила срезать эту верхушечку. Мне кажется, она пропала. Потому что она чёрная-чёрная. И такая худая. Ну, пусть боковые пойдут. Открыла я чесночок. Помните, осенью сажали? Вот он. Вылез уже. Маленький. Ну, всё хорошо. Повели мы наши тулки и решили их ещё прикрыть. Потому что, наверное, ещё рано им. Солнышко. У нас есть там нетканный материал. Ну, пусть так, да. Можжевельнику ничего. Так, я здесь сажала ещё девичий виноград. Но это я слишком быстро хочу, чтобы оно вылезло. И здесь у меня где-то папоротник. Ну, посмотрим. И по надзаборам я вроде сажала виноград. Вроде всё целое. Всё перезимовало. Ничего не развалилось. Стоянка целая. Дорожка целая. Вот мы уже начали сюда делать. И надо будет продолжать. Вот, что я нашла. Ура! Я прям так рада, что этот кувшин разбился. Он не так надоел. Выбросить добровольно жалко было. Видно, воду мы оставили немножко в нём. Потому что здесь на столе вода. И он раскололся. Ой, хорошо. Так, открыла я пиончики. Вылазит уже потихонечку. И тюльпаны. Тюльпаны тоже уже выходят. Здесь хвоста. И под ней жили ящерицы. И что-то сейчас их нет. Я думала, они под листьями где-нибудь. В общем, вот такие у нас дела. Сезон открыт. Сейчас поедем домой. Я дома покажу. Мы купили одну огромную, но полезную вещь. Вот так у нас хранится обувь. И когда обувь просохла, укладываем в коробки. Всё. Обувь упакована. И до следующей зимы. На смену ей достается весеннее. Потом весеннее убирается. Достается летнее. И так по кругу. И сейчас пойду жарить греночки вкусненькие. Мы заехали на строительный рынок. Покажу сейчас, что мы там купили. И там стояла рядом палатка. С долларским оформлением. И на полочке, на вешалке с распродажей. Вот за 500 рублей я купила себе такую вот футболочку, кофточку. Это такая она вот со спины интересная. С такими ребёночками. Ребёночками. Мне нравятся такие сочетания цветов. И ткань. Хлопок с вискозой, что ли. Я не смотрела этикетки. Шурчики вроде нормальные. А то я заказала себе с Иванова посылку на 7 тысяч. А она так и не пришла. Не с Василька. Какое-то другое название. Заказала себе там халаты, ночнушки, футболки. Мужчинам. И так и не пришла. Так что потеряли они клиента на целых 7 тысяч. Ну, баба с возу в кошельке больше. Так, сейчас покажу, что же мы купили огромное на строительном рынке. Это сразу стирку. Я всегда, я говорила уже, что я всё-всё стираю. Начиная с носовых платков. И не одеваю. Мало ли оно где валялось, где виселось, кто его мерил. И вам рекомендую так делать. Вот специально для тех людей, которые одевают сразу новые вещи. Мотивируют тем, что они же новые, зачем их стирать. Вот, смотрите. Видите, это не грязь, это просто краска отошла. И я просто вот так споласкиваю немножко. И со спокойной душой потом ношу. Мы купили вот такую лестницу-трансформер. Сейчас Коля откроет и покажем. В Мегастрое и Хосторге такая стоит 7600 рублей. А у нас есть ещё магазин Струйград. И мы там нашли за 4550. Высота одного вот этого пролёта, да, называется, 90 сантиметров. Четыре штуки, 360 во весь рост вытягивается. И мы посчитали, что если она будет, её можно... Ну, сейчас я покажу, какие положения можно делать с ней. Да, вот так. Это вот ножки, на которые будут устанавливаться для устойчивости. Она нужна и дома, и на даче. Она автоматически фиксируется. Можно вот такое положение. То есть вот это всё будет вытянуто, а это, допустим, на крышу. Так, сейчас протереть её надо, вот прям. Да, вот такая лестница-кудесница, 360 длина. Сейчас сделаем стремянку из неё. Так, чтобы сделать стремянку, штучки тут изгибаются, да, изгибаются. Опа. Ну, так-то не тяжело. И она зафиксировалась. Всё. Вот, и она сама зафиксировалась. Вот, и стремянка. Вот такая стремянка. Ну, классно, конечно. А если ещё перемычки поставить, чтобы она устойчивее была, вообще бы там не было. И третья позиция козёл. Что для этого надо делать? Всё тоже самое. Для позиции козёл сводятся вот эти штучки. Теперь здесь ввести надо. Ага. Согнуть. Всё. Что-нибудь, вот, зафиксировалась. И так же в ту сторону. Так же изводишь. Изводишь и заводишь. Всё. Вот такой, ничего себе, какой длинный козёл получился. А то мы со стола отбили потолки, штукатурим. А это вот какой. Это получается 2 метра где-то, по 90 сантиметров если пролёт. Ну, по такому неудобно ходить. Поэтому сюда надо что-то делать, выпиливать. Эти. Площадочку выпиливать. Укладывать. Вот такое приобретение мы сделали. Потому что мы знаем, что такое ремонты. И самая удобная позиция. Там были и метр тридцать высота. В общем, разная высота. Из расчёта, что у нас высота квартиры 2,70, 90 сантиметров плюс метр 70 человека, получается 2,60. Если взять высоту больше, то под потолком надо будет или голову наклонять, или на полусогнутых коленках. А так неудобно, конечно, работать. И это вот самая оптимальная и выгодная высота. И на даче пригодится. Вот такой сегодня продуктивный день получился. Везде побывали. Кое-что купили. Всё. Мы пошли дальше работать. А вам всего хорошего. Мира и добра. И пока-пока.